Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим практическое применение понятия о массовой доле вещества и количестве молекул в растворе. Раствор – это однородная система, состоящая из частиц растворенного вещества, растворителя и продуктов их взаимодействия. На сегодняшнем занятии мы приготовим раствор сахара в воде. Сахар состоит на 99,99% из сахарозы, имеющие формулу С12H22O11. Далее определим массовую долю сахара в растворе и найдем число молекул сахара в полученном растворе. Отношение массы растворенного вещества к общей массе раствора называют массовой долей растворенного вещества. Проведем опыт. Первое. Отмеряем мерным цилиндром 70 мл дистиллированной воды и вливаем ее в коническую колбу емкостью 200 мл. Второе. Отмеряем 25 г сахарного песка на лабораторных весах. Засыпаем его в колбу с водой и перемешиваем стеклянной палочкой до полного растворения. Раствор сахара приготовлен. Третье. Рассчитаем массовую долю сахара в растворе. Массовая доля сахара равна. Масса сахара, деленная на массу раствора. Масса раствора равна сумме масс сахара и воды. Масса воды равна произведению объема воды и плотности воды, которая составляет 1 г на миллилитр. Подставляем формулу числовые значения и производим расчеты. 70 мл умножить на 1 г на миллилитр равно 70 г. Масса раствора равна сумме масс сахара и массы воды. 25 г плюс 70 г равно 95 г. Массовая доля сахара равна масса сахара, деленная на массу раствора. 25 г, деленная на 95 г равно 0,26. Массовая доля сахара в нашем растворе составляет 26%. Четвертое. Число молекул сахара в растворе рассчитывается следующим образом. Постоянная авогадра, умноженная на количество вещества. В представленной формуле нам известно постоянная авогадра. Количество вещества можно найти по следующей формуле. Масса сахара, деленная на малярную массу сахара. Но предварительно, с помощью периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева, рассчитаем малярную массу сахара. Сумма произведений относительной атомной массы каждого элемента, умноженной на количество атомов элемента в веществе. Относительная атомная масса углерода равна 12 и умножаем на 12 атомов. Относительная атомная масса водорода равна единице, умноженной на 22 атомов. Сумма этих произведений и есть молекулярная масса сахара, равная 342 грамма на моль. Далее находим количество вещества. Масса сахара, деленная на молекулярную массу сахара. 25 граммов делить на 342 грамма на моль, что равно 0,07 моль. Имея все необходимые данные, определяем количество молекул сахара в растворе. Это произведение постоянная вагадра на 0,07, что равно 42 умноженное на 10 в 21 степени. Таким образом, количество молекул в растворе равно 42 умноженное на 10 в 21 степени. Проведенный опыт показал, что при известной химической формуле растворенного вещества возможно рассчитать количество молекул растворенного вещества в растворе.